друзья всем привет вот решил попить чайку и одному скучно пить решил попить чайку с вами давайте вместе чай попью мне короче такой обычный чаек такая вот коробочка короче налился в такую чашку сейчас размешаю сахар и буду короче пить чай вот с таким вот рогаликом сейчас покажу вот такой вот рогалик маком видите такой ну довольно приличный большой а вы напишите в комментариях чем вы любите чай пить такой вот рогалик но игры он такой блин увесистый ну что друзья приятного чаепития вам давайте вместе пить чай будем чай горячие еще и вот люблю чай налить и чтоб он ну чуть-чуть совсем постоял чтобы не очень был горячей чтобы но как был горячий но не прям кипяток потому что когда прям очень горячий как-то обжигаешься тут видите внутри начинки сколько много нахожусь завтра пойду домой завтра буду отдыхать ванну горячую приму расслаблюсь ходил в аптеку там видел это продают такое масло кедра и масло сосны специально для ванн там капаешь несколько капель принимаешь ванну ну расслабляет так во мне короче не было собой достаточной сумму чтобы купить думаю нужно все-таки купить но у меня было уже такое масло правда вот капаешь несколько капель ванну да там масло сосны это или кедра и прям такой аромат и такое ощущение как будто ты в лесу находишься после дождя такой свежий воздух напитан но вот ароматом елочки сосны вообще офигенно надо себя обязательно купить сейчас зимой вообще приятно ванну принимать до приходишь с мороза замерзший набираешься ванну залазишь не и лежишь балдеешь а недавно по телефону с дочкой разговаривал с младшей которая маленькая у меня так пообщался с ней настроение поднялось я допустим когда дома нахожусь до рядом со своими дочерями я именно чувствую себя абсолютно счастливым человеком не вообще больше как бы ничего не надо вот именно состоянии им на счастье на сектор на по-разному но у меня когда я рядом со своими детьми то вообще какой-то сразу умиротворение на душе спокойствия никаких тебе не стрессов не депрессии вообще напрочь все отсутствует наоборот состояние счастья такого блин рогарик вообще классный вкусный такой сладкий и такая начинка классно офигенно такая ритм начинка такая маковая из мака и маком сверху он посыпан но вкусно вообще офигенно и свежий хотел еще передать своим подписчикам что вообще ну как очень их ценю за то что вот они меня поддержат и когда читаю их не комментарии прям как-то на душе так становится намного легче так что спасибо вам дорогие подписчики за теплые слова за теплый комментарии вот 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 Друзья, ну вы напишите тоже, с чем вы чай любите пить и пили ли вы чай, вот именно, когда это видео смотрели и с чем пили. Субтитры сделал DimaTorzok Дочка младшей, 23-го, утренник в садике, блин жалко, что я не буду на утреннике. Мне, кстати, я вот когда в этот раз ездил домой, пошел за дочкой в садик, а воспитательница говорит, а мы хотим вам предложить сыграть Деда Мороза. Я говорю, ну я бы с удовольствием сыграл, но я, к сожалению, в Москву уезжаю. Она мне говорит, а мы думали, что это вы сыграете. Просто почему она меня спросила, потому что, ну как-то давно, еще когда у меня старшая моя дочка ходила в садик, вот, и я играл Дед Мороза. И главное, что эта же воспитательница, вот, которая была у моей старшей дочери, да, когда моя дочка была маленькая, и эта же воспитательница теперь у моей младшей дочки. Моя младшая дочка, естественно, тоже ходит в тот же садик, в который ходила моя старшая дочь. И представьте, как получилось, и садик один и тот же, да, и воспитательница одна и та же. Сначала была воспитательница, это у старшей дочери, а сейчас это же воспитательница у младшей дочери. Видите, как бывает в жизни. Поэтому она мне спросила, смогу ли я Деда Мороза сыграть. Не, ну, если бы я дома был, бы в это время, да, я бы, конечно, без проблем бы согласился сыграть. Подучил бы там сценарий какой они бы дали мне. Правда, для Деда Мороза, да, надо комплекция больше такая, побольше. Я, конечно, это, для Деда Мороза я худощавый. Ну, в прошлый раз, когда я играл, они, как, ну, одели на меня, там, вот эту шубу Деда Мороза. А под эту шубу понабили всего, типа, поролона такого, чтобы я смотрелся так объемно, короче. Ну, я говорю, это я один-единственный раз играл в Деда Мороза, когда старшая дочка была еще маленькая. А моей старшей дочке уже 21 год. Это было очень давно. Ну, я говорю, это было очень давно. Вот этот приезд, когда приеду домой, надо дочка обязательно санки купить. Ну, такие, короче, не классические санки, да, как бы это, а такие, типа, как этим, как бы вам объяснить. Ну, короче, так садишься, там руль такой, а внизу такие лыжи. И вот садишься, и как на горке скатываешься. Даже не могу назвать, как она называется, правильно. Ну, типа, вот таких вот санок, только они, как бы, на лыжах, и руль у них такой вот. Дочка обещал купить, надо обязательно купить. А то она, как-то мы с ней идем гуляем. Она такая раз, остановилась такая грустная. Я говорю, Лизочка, что ты грустишь? Она говорит, вот, а у девочки есть санки, там, и то, и это есть. А у меня, говорит, ничего нет. Я ей говорю, да ладно, это я тебе куплю обязательно. Что ты расстраиваешься? Надо, короче, купить ей. Он тоже, кстати, любит зиму, как и я. Любит, когда снега много. Да, друзья, рогалик классный. Если его оценивать, да, по пятибалльной шкале, можно пятерочку спокойно поставить, потому что он вкусный, тесто классное, пропеченное, и начинка офигенная, много начинки. Такой свежий, сладкий. С чаем вообще отлично просто. И такой, знаете, сытный прям. Так что, за рогалик можно пятерочку ставить. Ну вот, друзья, попил чайку и с вами пообщался. Хоть не так скучно одному чай пить. Ну ладно, друзья. Всем пока. Всем счастливо. И увидимся. Все. Самые лучшие подписчики я всех люблю, ценю и уважаю. Все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok